Сегодня во Дворце детско-юношеского творчества прошло торжественное награждение победителей ежегодного конкурса «Педагог года». В уютном зале собрались лучшие педагоги общего и дошкольного образования. С какими трудностями в этом году пришлось столкнуться, чтобы получить это высокое звание? Одним из них стал открытый урок, который педагоги должны были проводить в новомодном дистанционном формате. Вот уже год, как мы с вами работаем в условиях пандемии, в условиях ограничений различных. И это тоже для нас огромный всех урок, за который только, наверное, нам оценку поставит время. Сегодня, на мой взгляд, очень большая смелость выйти на этот конкурс, потому что, ну, с одной стороны, мы прекрасно понимаем, что не 100% положительного результата урока, да, 70% – это результат наших детей, 30% – это наша подготовка. Мы должны так их заведеть, чтобы они этот результат выдали. В этом году учителям работать было сложнее всего, так как они не имели возможности видеть реакцию своих юных учеников. С другой стороны, такие испытания только укрепили образовательную систему Российской Федерации. Преподаватели города показали блестящие результаты и были награждены благодарственными письмами, а также оригинальными подарками, например, такими, как сертификат на полет на Дельтаплане. Памятными подарками и сертификатами на получение премии 29-го городского конкурса «Педагог года» Среди педагогов дошкольных образовательных организаций была награждена Коношенкова Анна Викторовна, педагог-психолог, детский сад номер 4. Среди педагогов общеобразовательных организаций был награжден Ткаченко Валерий Сергеевич, учитель начальных классов лицея номер 1. Также поздравили участников конкурса творческие коллективы города Магадана. Виктория Каранова отметила важность подобных состязаний для профессионального развития педагогов Магаданской области. Конкурсное движение – это прежде всего уникальная профессиональная площадка общения. Это возможность поделиться своими образовательными находками, идеями, какими-то уже реализованными проектами или еще проектами, которые только предполагается внедрить в образовательное пространство. Это возможность перепроверить себя, уточнить интересные направления, интересные идеи, задачи, которые сегодня делают образовательное пространство нашего региона. И в целом образовательное пространство страны очень ярким, разноцветным. И дети, которые сегодня приходят в образовательные организации, они тоже действительно другие. Это дети 21 века. И вот такая площадка, площадка конкурсного движения – это проекты на долгое время. Это возможность получить поддержку коллег, объединиться в какие-то новые творческие группы. И все это вместе дает эффекты качества современного образования. Продолжение следует...